У меня только голос еще. Ездил с нами. Вам не понять, вы итальянцы. Жарко. Почему советский режим тебя терпеть не мог? Я ведь тоже его терпеть не мог. Так что это было очень взаимным чувством. Я с этим режимом жить не могу. Я не могла жить с этим режимом. Я не могла жить с этим режимом. Ну и вот так, соответственно, и жил всегда. Дело в том, что я был... Я висел в конце концов всю мою жизнь. Дело в том, что сейчас уже мало кто помнит. Мы не пытались измениться этот режим. У нас было желание не быть частью его. Я вспомнил первый вопрос, который у меня был в КГБ. Мне было лет 16 лет. Рикардо, первый вопрос, который у меня был в КГБ. И вот, Свердин говорит, ровно этот вопрос меня зовут. За что вы нас так не любите? И он, 12 стритов, мне ответил именно на вопрос, которая мне была запрещена. Он говорит, почему она не любит в таком случае? Или, на форуме русской, говорит, почему она не любит в таком случае? А я говорю, папа, это здесь не причем. Я к вам не отношусь никак. Вы живете как хотите только отдельно от меня. А я не хочу. Вы хотите строить коммунизм? Строите. А я не хочу. Вы хотите строить коммунизм? Фаттело. Я не хочу. Вот можно так сделать, если вы мне оставите три квадратных метра, где я могу не строить коммунизм? Мы можем, как кулаком, ступни, постолу. Весь советский народ с энтузиазмом строит коммунизм. А я говорю, ну, я не весь советский народ, я отдельный человек. Вы строите, а меня оставьте в покое. Но я говорю, ну, я не весь этот народ, я, 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 я. Я, 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 я. Лиште мне в покое, и вы строите свой коммунизм. То есть это очень легко объяснить, ответить на этот вопрос. Мы не могли с этим режимом мужич, потому что этот режим не признавал во мне индивидуума, личность. По республике очень簡単 и в основной вопросе, мы не могли бы сопроваться на соединенные силы и просто потому, что мы не были учены нарушениях как индивидуя. И в школе, в области в котором это неправосливые отношения, ослабляются, о силы или эстакии? А в школе, среди друзей и так далее, все это означало, что вы будете жить в изоляции, что вы оторваны вообще от окружающей среды, или были какие-то препятствия между вами и вашими коллегами? Ничего, нисколько. Наоборот, я был всегда очень общительный, у меня были сотни друзей. Дело в том, что мы все думали одинаково, мы все знали, понимали эту систему совершенно одинаково, но решения каждый принимал индивидуально, кто-то этот режим не принимал и жил совершенно отдельно, как я, а кто-то в силу необходимости пристраивался к этому режиму и жил, но верить в него никто не верил. Я помню, как где-то к 15-ти годам всех принимают в комсомол, можно объяснить. И вот подошел ко мне наш коллега, ученик, он был секретарем комсомольской организации, вот вступай в комсомол. А я его спрашиваю, я не нашла какой комсомол, а если я то вступлю, я потом уйти оттуда, могу? Да. Да. Он говорит, ты с ума сошел? Никто никогда не может уйти из какого-то. Я говорю, ну что ж ты меня там приглашаешь? Это вроде как мушевка. Войти можно, а войти нельзя, зачем ты меня тут завешаешь? Он меня так посмотрел, говорит, на тебе же будет труднее поступить в университет. Да. Я больше ничего не скажу. Да. 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 У меня были какие-то у него затруднения на работе и так далее. Что случилось с ним? Ну, с отцом мы вообще не дружили никогда. Он был старый коммунист, я ему не верил, у нас с ним были плохие отношения. Я не знала, я не знала, я не знала. И родители разошлись, мне думаю, в год 16-17 они разошлись. Но несмотря на то, что он жил совершенно отдельно, у него была уже другая семья, каждый раз когда меня сажали в тюрьму, его вызывали в партийный комитет и давали выговоры. С матери ушли еще смешнее в какой-то момент я думаю мне было тоже уже лет 17-17 она работала на радио. И не большим редактором, каким-то там незначительным, но приходит и говорит, ты знаешь, вот нас собрали и объявили, что все кто работает на радио должны вступить в партию, потому что это идеологическая работа. И я говорю, но ты же не будешь вступать, ты же не веришь во все это коммунистическое чепуху, надеюсь, не будешь вступать. А она говорит, хорошо, а как мы будем питаться? А где мне деньги зарабатывать? И она говорит, что я не веришь в партию, а потом говорит, как мы будем питаться, кто это делает на фамилию? Ну я говорю, не важно, я могу вагоны разгружать, но идти в партию уже нельзя, это неприлично. Смотри, говорю, я очень рассердился, если ты вступишь в партию, и тут я не знал, что же я еще могу сделать такое. Я тогда пойду и крещусь, сказал я. Я говорю, что моя мама говорит, что не возможно, что ты вступишь в партию, если я знаю твою convenцию, я способствую делать какие-то вещи, делать шарикатуры, 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 шарикатуры. Я говорю, ну все, а я пошел креститься. У меня был приятель, тогда вообще верующих было мало, особенно нашего возраста, но это был потомок князей Голицыных, такой очень религиозный человек, которого традиционно там, где у них когда-то было имение, священники их знали и как бы им служили. И вот он меня повез к этому священнику, в том селе, где у них, у князей Голицыных, у своих писиатли от народа была усердна. Я говорю, что sparkler по тому повез absorbs into английского рода. Иные желтки, а реально стихотворённые выхода, он играетhey. И еще разговаривай 우리나라 страны многих верующих народов, на основном рейх, подFrankenden 고 годом р scholarshipsha и с FaCI, и в stata ответ, и сто бы «миran мастик», тогда это было М України, что в России было более как разговариваться då, Но я не пришел, говорю, Кирилл, мне надо креститься. И я говорю, Кирилл, мне надо креститься. Он мне надо подозрить, посмотрел, а ты верующий? Я гадал соспетом и сказал, а ты, ты доверяешь? Смотри, с этим шутить нельзя. Вадим, что с этим не смешно. Хорошо, я тебя привезу к священнику, но всю эту неделю должен не пить, не курить и не ругаться. Я говорю, к сожалению, он был и на Кирилл, который не был священник, а его amigo, который сделал этот вопрос. И я говорю, хорошо, ты будешь хорошо, и ты поедешь, но ты поедешь, не пивешь, не пивешь, не пивешь, не пивешь, etc. Все эти три вещи сделать трудно, особенно не ругаться, если живешь в России целую неделю, это очень сложно. Ну, тем не менее, я выдержал обещанное, сдержал свое слово. Это был январь, конец января, то, что у нас считается крещением. Крещенские морозы страшные были, там, меньше 30 градусов. Мы с ним поехали в это село. Я уже был очень злой, думаю, зачем я в это ввязался, целую неделю не курить, не ругаться. Крещенские морозы не уехали, но иди. Я был виноват в сепоте, и я не пиваю, не пиваю, не пиваю, не пиваю, не пиваю, не пиваю, не пиваю. Я не успеваю, но я не успеваю. Я не успеваю, но я не успеваю. Где-то мы шли через поле, вьюга, буран, я ухо отморозил. Мы пришли на этот центр. Крещенские морозы, это невероятное, я не успеваю. Я ухо отморозил. Я ухо отморозил. И наконец, я пришел в этот молдовый дом. Крещенские морозы, сельские, ужасно острый, любопытный и очень интересующий техникой. Он меня крестил. Он меня выприсал зажигалку, который у меня был. Но мне просил, что я был с нами. В результате, за эту зажигалку я и крестился. Впрочем, это был взаимодействие. Я ухо отморозил и меня латизировал. Самое интересное, что ни моей маме, ни мне вот это идеологическое решение наше не принесло никакой радости. Маму выгнали из партии в 68 году, потому что она отказалась отобрать вторжение в Чехословакию. Однако, эта речипроха vendетта, моей маме и моя мама, она не получила большие fortunы, в смысле, что маме ухо отморозил партия коммунист в 1968, когда была война в Чехословакию. Я из-за этого папа Сихушко. И я, за свою позицию, я закончился в госпитале психиатрике. Потому что, когда меня арестовали в 63 году, у меня все еще был матерный крест. То есть, за мою решение, я закончился в госпитале психиатрике, потому что, когда я был госпитале психиатрике, я сошел в госпитале психиатрике. И сразу, как бы сказал, ааа, вы верующие? И я, за мою экспертизу психиатрику, в институте сербского. Но, в основном, они не могут проспитать созвучили ухо отморозил партия психиатрике. Я верующий не был, но не могу объяснить, как бы за мою крест. Зачем мне это? Я стоял, да, вот я верю еще. Ну так меняю признание, не меняю, будет считать. И поэтому мне они считают инкуаривные, пазцы инкуаривные. И одни, считают, в России и в Университете, не были ли, они лечились, не были ли? В какой-то момент они появились, особенно после того, как мы стали устраивать стены стихов на площади Маяковского, а стихи там в основном читали поэтов, которые или были расстреляны, репрессированы при Сталине, или еще как-то были запрещены, но формально мы преступления не совершали, это все-таки хрущевское время, зато это был как бы сигнал, и все, кто думал так же, как и мы, они стекались туда раз в неделю. Да, да, да. интересаты, которые понимали, что есть что-то в ваших литерах, которые не применялись в их литерах, но не применялись. Это была такая серая зона. И преступления мы не совершали, и властям это не нравилось. Они пытались разгонять, но не сажали. Пытались бить, разгонять, но не сажали. Мы продолжали больше года, с 60 по почти что конец 61. Эти наши литературы были проживлены за около 1 года, в 1860 и 61. Каждую неделю, в weekend, начинались серии, стекались сотни, а то и тысячи людей, и конечно мы там все познакомились, и все эти люди были уже антикоммунисты, конечно. Эти риунии происходили на фигуре, регулярно, на фигуре, и у нас все было увеличено. На фигуре было несколько миллионов человек, и, конечно, в прошлом году мы получили возможность познакомиться и сделать многое. И туда же приходили, помимо наших сверстников молодых, приходили из старшего поколения люди которые приставили не сидели. И вот сейчас я там познакомился. Это был целый круг людей, которые были очень рады нас видеть и старались передать свой опыт нам. Именно эти имя, которые, летающие эти имя для насowedون Himа Поэтому были приятные друзьями, которые были созданы именно через эти электричества в прошлом году. И потом мы остались друзьями всю жизнь. И что год произошел арест? Когда арестовались вы, Пьер Дорас? 1 июня 1963 года, уже меня арестовали и не выпустили. До этого, скажем, задерживали, допрашивали, выпускали. В 1961 году я там даже сутки просидывал на Лубянке, но все равно выпустили. А вот в 1963 году, 1 июня, арестовали уже все, не выпустили. Л'аррес веро ипроприо, и он был 1 июня 1963. То есть когда я был арестом и не был реласшат. И я был остановлен, и был тратенен за несколько дней, но вероятный аррес был 1 июня 1963. Есть у тебя какой-то, хоть один самый горкий, самый страшный эпизод во время твоего заключения? Ну, самое тяжелое было, пожалуй, психиатрические больницы специального типа, где могли убить в любой момент, где срока не было, там не определяется уцок, он отправляет тебя туда до полного излечения. Значит, что бы это значило, да? ... Это было не только то, что произошло в больнице в больнице. Это тюрьма, обыкновенная тюрьма, где помимо надзирателей и режима тюремного есть еще врачи, есть медсестры, есть санитары. А санитары это, как правило, уголовники, которые свой срок отбывают тем, что работают там санитарами. Они, например, могут тебя избить, а пожаловаться врачу, что ты делаешь. И верят будут им, а не тебе, ты сумасшерч. И так же, врачи могут прописать лекарства, очень приятные инъекции, уколи. Некоторые из этих средств были довольно вредными, с пабочными явлениями. Некоторые просто заставляли тебя спадсутками и пока тебе их дают… В общем, это, конечно, самый опасный и самая неприятная часть, заключение, которое у меня было. А это, naturalmente, если подняли льно-опературии и медики, которые могут прискребать все типы фармаке, даже и педаленоси, как они у них были. в любом случае, которые дали эффекты коллапсирующие, очень часто, и это было их дисклейсии, то это зависит от человека, от антипатии, от медицинского, и все, 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 и все. К тому же приходится быть все время в одном помещении с душевнобольными, как правило, убийцами, причем такими массовыми убийцами, а там одиночное убийство оно не считалось слишком тяжелым, а это, как правило, нескольких человек убил или еще что-то такое. Вот это были психически больные люди совершившие очень тяжкие преступления и их было где-то 80%, политически было не более 10%. Но вообще я должен сказать что в любое самое тяжкое преступление, почему бы тыasında есть, потому что в некоторых кабинках, чтобы люди обладатели были формированы, потому что они были не так. Но вообще я должен сказать, что в любой самой тяжкой ситуации всегда есть какие-то отдушины, какие-то неожиданные проявления, которых ты там не ждешь. Вот у нас, например, была молодая врачиха, которая нас охраняла. Это она себе сама придумала такую функцию. Она с этим пошла туда работать, понимая, что рано или поздно ее оттуда выгонят, чтобы как-то защищать политических заключенных. И, во-вторых, это было очень страшно. Очень мало получил лекарств. Грацией, например, я получил очень少ые фармаки. И очень быстро меня оттуда освободили. И, благодаря ей, я был расширен relativamente в порядке. И потом много поколений политзаключенных так оберегал, освободил. И, в конце концов, мне было много, после того, как я оттуда выписался. И отовсюду выгнали, лишили профессии. И оставили без куска хлеба совершенно. И в 1991 году, когда режим стал послабее, я ее нашел. Она была больная, грубая, сидела, жила в какой-то жуткой коммунальной квартире. Она была с агрессивными соседями. С веками, очень агрессивными, которые не тратали в уме. А зарабатывала она тем, что читала слепым. И она сгодоняла на виду, делая электриче на чеки. И она легла на чеки. Ну, тут мы, конечно, все ее бывшие пациенты между собой связались. И стали ей собирать деньги. И последние годы своей жизни она жила лучше среднего, чем живут в России. На этом момент, мы, которые были спасены, мы все вместе с нами. Мы сделали коллетку. И мы получили счастье и счастье, чтобы гарантировать... Ами серени. Ли последние годы в своей жизни, она была спасена. И серенитет, и без проблеми экономики. Я был я, который коллетчик, так сказать. Все люди разные. Все мы разные. Кто-то очень разбогател, кто-то остался бедным. А один из наших тогдашних соседельцев. Он стал монахом в монастыре в Нью-Йорке, в Нью-Йоркской области, в Нью-Йоркском стаде. Но он пробовал какую-то работу, скажем, за борт, пансят, или еще что-то, и регулярно присылал свои 10 доллары. Но он успел получить возможность сделать несколько работ. Например, он пошел на стационаре и сделал деньги, и все, что он получил, в этом случае, он отправил его в нашу дефательщину. Ну, три года назад она умерла от сердечного приступа. И вот такой у нас был ангел-хранитель. И это был наш ангел-хранитель. Я был дважды в психушке, потом еще меня рассажали, значит, в общей сложности, ну, где-нибудь года два. Я был один психиатр с двумя периодами, но в целом, несколько лет. И после этого он был освободителем и... Да, ну вот я еще раз попал за организацию и демонстрации. В шестьдесят пятом году еще просидел полгода в психушке. А потом в шестьдесят седьмом уже мне дали три года. Поехали, значит, в шесть месяцев, и мне дали три года. И до тех пор меня никогда не признавали. Я у них таким чудесным образом выздоровел внезапно. Я у меня, после трех лет в лагерь, я вышел в 1970 году. В 1970 году, после трех лет в лагерь, я вышел в первом доме. В это время тоже произошло такое изменение, потому что после Хрущева какое-то время в сумасшедшие дома старались не посылать. А тут опять вернулся этот метод, и целый ряд моих друзей опять попал в эти спецбольницы. У меня это было более других знакомо. Я знал всю механику, всю процедуру, и как это делается, и кто это делается. Это делается то, как мне пришлось этим заниматься, начать эту кампанию против использования психиатрии в репрессивных целях. Я, как человек, я как Personа, уже говорил, Pay soccer, healed и bones в северении всевикоровцы, Я, как посыл滿 училия у меня в супец, $ю нал draw я ни одного дня в этом доме, 這 Interеза accommodation стоять в ст masa они стоя ребят. ambulance Есть у них, そして много денег, вдруг он придётся контр outras normality deutschen да наймph principles искуси, inim国 ребенка советские идиiseis менять всему Discovery, в обученном обучении психиатрии в государстве, специализированных зningar. Да. Ну, этим я, кажется, занимался вот тот год, что был на свободе. Конечно, казалось, эта компания нам тогда совершенно безнадежной, потому что объяснить кому-то в другой стране, что неизвестный им человек далеко-далеко является психически здоровым, хотя профессиональные психиатры признали его психически больным. Ну, вот как это объяснить, да? Ну, совершенно не ожиданно для меня. Для меня это получило необычный резонанс в мире. Эта компания вдруг стала расти, как, знаете, как пожар в степи. Я мог только собрать документацию, мемуары, заключения экспертных комиссий на моих друзей и все это отправить в мировое всемирное общество психиатров. Спасибо. Ну, и также я сделал несколько интервью тогда. Одно телевизионное. Это был первый раз, что кто-то из нас мог сделать телевизионное интервью с американской компанией. Это 70-й год, да. Где я как раз про это все и рассказал, про психиатрию, как это делается, кто это делает. И, по счастью, этот телевизионный документальный фильм им удалось нелегально вывести. Страны его показали на Западе. Ну, меня вскоре посадили, мне дали 12 лет в совокупности за клевету на советскую психиатрию. Ну, мы были арестаны. И, по счастью, это было 12 лет, чтобы уничтожить психиатрию советскую психиатрию. Ну, я сейчас был в Ирландии, поэтому мы были в Ирландии, но в какой-то момент я смогу понять, что эта кампания, которая была началась, что эта кампания была в то, что наши банки, которая была уникала на исследование, которую писали на slipsот seit现在年 во время украин 하 po countryland. И что я была об этом в том, что был главном инфекции для связи с вами соответствующим докторами. И sankуруст Güldым, которое наткнул Ride mengัто. То есть, кажется, мы были в бассейтинге и ease, и это было сложно, и это была не только так. и требовали от своей национальной ассоциации, чтобы советских выгнали из Всемирной Ассоциации Психиатры. Впрочем, в каждой нации, в каждой стране, в создании группы психиатров очень solid, очень вырваны, который это предложил и предпоследовало к Ассоциации Монтальной Психиатрии, чтобы психиатры советские были бежать из-за Монтальной Психиатрии. Лучшие представители западной интеллигенции, писателей, музыкантов, художников, ученых, тоже поддерживали эту компанию. Он и Луру. Это был Луру. Он и Луру. Да, на Луру. В 77-м. Лучшие представители интеллигенции и творчества здесь, на Западе, нас поддерживали и участвовали в этой компании. Я помню, я поразился в Англии, когда я освободился. Кто участвовал в этой компании? Том Стопор, Арис Мердух, Ягуди Менухин. Лучшие имена вообще какие-то. Не только психиатри, но и лучшие представители в мире, и музыкалисты, которые участвовали в этой компании. В 1977 году в Комплексе Психиатрия Луру. И для меня это было бы то, что это было бы то, что я думаю, как персонажи, Ягуди Менухин. Ирис Том Стопор, Ирис Мордок. Они, в том числе, на Комплексе Психиатри, И еще других, кто стал известен в своих репрессиях психиатрических. И в том числе меня самого. Это вот такой был взрыв, который нас всех выбросил оттуда из страны. И в том числе, что папа и мама не получили какие-то consequences. А что касается отца и матери, то есть в течение всех этих событий, что случилось с ними? Они страдали от этого, потеряли работу и не знали. Конечно, и мать мою, и сестру выгнали с работы. Отец получал там, видимо, свои выговоры. Я про это даже не знаю. Он отдельно жил. А мать и сестру выгнали, конечно, с работы. Но когда произошел вот этот обмен, когда решили они меня освобождать в обмен на чилийского коммуниста, то вся семья была частью этого обмена. И моя мать, и моя сестра, и ее сын нас всех вывезли в Цюрих. Не знаю, как я сделал это, потому что мы были в этом году, потому что мы были бы виноваты, но я уверен, что он был бы получил свою спиасовознан. По поводу моей мамы и моей сестры, они обмена были виноваты, они были виноваты. По поводу, в том числе, в моем тратстве, для меня и корвананна, я был бы виноватом, и мою мать, моя сестра и его сыр. И мы все вместе? Семьи. Семьи.